Салам пополам, земляне-земляне с вагинами, с вами Кэмэл и вы на канале Дневник Верблюда. У нас на дворе 31 марта, последний день марта и последний день приема денежков за газ в любой валюте, кроме рублей. Новости за прошедший день очень интересные и действительно много и даже сегодняшнее утро уже успели подкинуть парочку интересных новостей. Пожалуй, с них и начнем с утренних. Соединенные Штаты Америки, они у нас вывели наши удобрения из-под санкций, потому что очень большая зависимость от калийных и прочих удобрений, которые производятся в России. Вот только есть одна проблема, одна проблема у нас сейчас запрещенный экспорт их. Как будет дальше, пока никто не знает. Вот. Следующее. Это уже вчерашнее. Мединский еще раз вышел исправлять свои ошибки. Опять наговорил такого, что просто это вообще ужас. Ну, кто-нибудь отберите у него микрофон. Такое ощущение, что он перед этим общался с Кричко и тут его покусал. Он несет такую ахинею. В общем, все запутались окончательно. Кто на ком здесь стоял. Поэтому у меня просьба. Ну, не выпускайте его, Владимир Владимирович. Ну, пожалуйста. Ну, не надо. Не надо этого делать. Потому что он только среди населения наводит панику. Далее. Вчера Украина отозвала послов из Грузии и Марокко за то, что там был недостаточно разожжен уровень русофобии. Они не хотят прекращать с Россией сотрудничество. Не хотят вводить никаких санкций. Ну, что тут сказать? Что тут сказать? А что сказать, вы поймете позже. Я про это поговорю. Это вот как раз то самое украинство, которое не учитывает ничего, кроме своих хотелок. Плюс ко всему. Вчера президент Южной Осетии Бибилов, по-моему, или Бибилов, не знаю, как правильно ставится ударение, заявил, что в апреле месяце будет проводиться референдум. Вместе с президентскими выборами обхождение Южной Осетии в состав России. Ну, я думаю, что проголосуют они так, как хотят. Они хотят в состав России войти. И потом, в последующем, он заявил, если это произойдет, то мы объединимся с Северной Осетией, чтобы быть одним субъектом и жить, в общем-то, единым осетинским народом. Потому что он сейчас разделен. В общем, приращение земель русских своими территориями продолжается. Этот процесс, я так думаю, будет только набирать свой ход. Потому что, по словам Бориса Джонсона, есть у нас такой, кто не забыл, это премьер-министр Великобритании, и даже остановка военных действий, прекращение огня не повлияет на то, чтобы с нас сняли санкции. Но санкции вводятся не для того, чтобы снимать. Санкции вечно, поэтому нам под ними жить. И, в принципе, мы сейчас можем делать по факту все, что хотим. Руки у нашей страны развязаны. Сегодня 31 марта. И, как я уже говорил, это значит, что сегодня состоится конгресс FIFA в ДОХе. Мы посмотрим, какие будут приняты решения. Потому что, вот я говорил пару дней назад, что Россию будут исключать. Но вот я читал различные источники всяких специалистов. И вроде говорят, что Россию не будут исключать из FIFA. Ну, давайте мы дождемся, что решат. И тогда будем о чем-то говорить. Предполагать не будем. Значит, следующее. Вот теперь подойдем к такой вещи. А, подойдем. Но не сейчас, забыл совсем. Продолжают показывать кадры. Как сдаются в плен различные нацгвардейцы в Азове, ВСУшники. И, вы знаете, все как один говорят об одном. Мы не хотели воевать. Это вот все кто-то заставил. Вот слушайте, вот нацгвардейец. Он не хотел воевать. Он прибыл туда не вчера, не позавчера. А, в Мариуполе имею в виду. У тебя была масса возможностей сложить оружие. Человекоместовали тебе. Ты воевал до тех пор, пока тебя не взяли за яйца товарищи или чеченские силовики, или представители ДНР. И тут ты вдруг сразу расхотел воевать. Какой ты пацифист. И вообще, вот всем этим людоедам, которые служат там, ВСУ, вот этим всем гадам, даже до меня, что ВСУ, что нацгвардия, что нацбатальоны, для меня они все одинаково. Они пропитаны вот этой людоедской украинствующей философией по самому я не хочу. Поэтому я вообще не считаю, что с ними нужно, ну что им нужно верить. Врут они все. Брешут. Брешут, блин. Брешут, как Троцкий. Вот. А теперь основная тема нашего сегодняшнего разговора – это украинство. Это вот такой феномен, который существует. И сразу же скажу, что украинство – это понятие наднациональное. То есть нету там ничего такого, что, можно сказать, вот это вот присуще только национальности украинцев. Нет, это наднациональная вещь. И вот сейчас вы пока смотрите вот этот вот скан, который я сделал. Точнее, скриншот. Я вам давайте зачитаю его. Украинец – это не фамилия, не гены и кровь в чистом виде, не паспорт в кармане. Украинец – это вполне определенный образ... Ой, что ты? А, вполне определенным образом устроенные мозги, нацеленные на вполне определенный образ жизни и обживание мира. Украинец – это часть современной украинской социокультурной среды. Ее автономная единица, позволяющая этой среде... Блин, вот написал, что не могу разобрать. А вершить свою украинскую реальность во всех ее нынешних действительных украинских проявлениях. Друзья мои, лучше не скажешь. Вообще, вот феномен украинства – это действительно... Это, я не знаю... Это тема для многих диссертаций. Ее можно изучать долго и упорно. Вообще, оно, украинство, многогранное. В первую очередь... Давайте посмотрим вот это вот видео небольшое. Беженке вот предоставили условия для жизни. И вот посмотрим, что она говорит. Ну... Чисто аккуратно, но, конечно... Не знаю, хочется какие-то получше условия. Ну, как бы места много, но... Пока совсем неуютно. Артура дала сразу планшет, ноутбук, потому что телевизора, ничего такого нет. Вот. Что из этого следует? Из этого следует только одно. Украинцам все должны. Все по жизни должны. Они должны только пануваты. То есть, они должны быть хозяевами, а все остальные им должны. Ну, только по факту того, что они украинцы. Следующая вещь, которая действительно присуща украинству, это... Извините, отвлекли, пришлось прерваться. Так вот, украинство это кидать. Кидать на все, не только на деньги. Украинцы этим очень любят заниматься. Допустим, возьмем Кума Путина, Медведчука, который брал у Путина деньги на создание пророссийских партий, пророссийских движений, и все это заканчивалось обогащением Медведчука. Поэтому, я думаю, Владимир Владимирович очень сильно расстраивается из-за этих вещей. Он очень серьезно озабочен. Насколько я знаю, он сильно доверяет людям, доверяет людям до конца. И вот это тот случай, когда человек окончательно вышел из доверия. Вот. И плюс, вот к тому, что я прочитал, как раз весь вот этот украинский мирок, вот это вот украинское мировоззрение мы видим сейчас. Бесконечные пытки пленных. Мне, кстати, про которые сказали, что мы таких фактов не обнаружили. Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Нету никаких пыток, это все постановочное видео. То вы, клятые москали, опять наводите тень на плите. Это брать людей в заложники. Берут целыми городами. Мариуполь, Харьков. Фактически никого не выпускают туда, куда они хотят уехать. Хотя эвакуационные поезда и были. Это трусость. Трусость. Вот пытки, вот эта жестокость, это обратная сторона трусости. Потому что сам по себе вот этот украинствующий, пропитанный украинским духом, это сцикливое существо, которое боится. Боится до боли в жопе, до скрежета в жопе. Всего боится. Он понимает исключительно язык силы. К сожалению. Вот это и есть то самое украинство. Вот это и есть то самое мировоззрение. Вот это и есть вот этот вот, блять, украинский стиль жизни. И когда говорят, что Путин, он агрессор. Хотя Путин для Украины это лучшее, что было. Я говорил в своем одном из видео, что будь кто-то другой, он бы-то Украину в каменный век бомбил бы. Просто бы. Вместе со всем населением. И не разбирался бы потом, что и как. Потом бы разобрались. Но. Но. Но Путин этого не сделал. Он просто точечно вырезает вот эту опухоль. А теперь представьте себе, что они бы напали первыми. Они напали бы первыми. Это уже установлено. Даже многие из вас видели медали за взятие Крыма, которые нашли в Херсонской области военкоматах. Вот представьте себе, что было бы на тех территориях. В Крыму, на Донбассе. Если бы они еще решили пройти дальше туда, в Россию, это был бы ужас. Ужас бесконечный. И вот те, кто говорит, что руки прочат Украины, я вам желаю туда поехать и пожить вместе вот с этими самыми щирыми украинцами. Вместе с этим украинцем, вместе с этой людоедской идеологией. И кстати, еще раз хочу сказать, что я не разжигаю ничего. Я констатирую факты так, как они есть. А нравится вам это, не нравится, ну, господа, это ваши проблемы. Если вы не хотите адекватно воспринимать реальность, реальности на это глубоко плевать. В общем, пока как-то так. Если, как всегда, будет что-то интересное, я сделаю даже второй выпуск. Для меня это не сложно. Ну, а еще раз предлагаю вам подписаться на мои исторические каналы на Рутубе, на Яндекс.Зен, где я рассказываю про историю города, в котором живу, про историю Бензе. А с вами был Кэмэл. Мирного неба над головой. Бай-бай! Буду смотрите какие-то там см söyle. Бай и боль. Мирный... Бай. Г-би.